Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы уже неоднократно рассказывали вам о преимуществах струнных транспортных технологий перед конкурентами, среди которых самые громкие имена и названия. И часто это сталкивалось с критикой, а порой и конкретными выпадками троллей, которые составляют определенную часть интернет-сообщества. Совсем недавно правота нашей позиции получила неожиданное подтверждение. Давайте поговорим об этом с самим Анатолием Эдуардовичем Юницким. Анатолий Эдуардович, совсем недавно на интернет-ресурсе Yahoo Tech появилась информация о том, что первый владелец автомобиля Tesla Model S в Сингапуре оштрафован на 11 тысяч долларов. Есть и другая информация, но я озвучу ее позже, по сумме. В сути же эти два сообщения, которые я собираюсь сейчас вам рассказать, сходятся. Прежде чем попросить вас прокомментировать эту новость, я с вашего разрешения ознакомлю и вас, и наших зрителей в общих чертах всем, о чем мы будем говорить. В Соединенных Штатах автомобилисты, которые покупают новый автомобиль Tesla Model S имеют право на массу федеральных и местных налоговых льгот, так как полностью электрический седан считается автомобилем с нулевым уровнем выбросов. Однако история несколько иная в Сингапуре, где владелец первой в стране Model S только что узнал, что его автомобиль подлежит высокому налогообложению, потому что принадлежит к той же категории, что и некоторые из самых грязных новых автомобилей на рынке. Джон Гуен потратил 7 месяцев на то, чтобы импортировать в Сингапур Model S, который он купил в Гонконге. Разработанная правительством схема выбросов углерода транспортными средствами представляет гражданам, которые импортируют поддержанный экологически чистый автомобиль, налоговую льготу примерно в 11 тысяч долларов. Но он в Гуен заплатил штраф на основании заключения о том, что Tesla Model S использует слишком много электроэнергии. А дело в том, что в Сингапуре к потреблению электрической энергии применяется коэффициент выбросов полграмма СО2 на ватт в час, учитывающий выбросы СО2 в процессе производства электроэнергии, даже если нет выхлопа из трубы. Это означает, что согласно сингапурским законам, Model S попадает в ту же категорию, что и автомобили с двигателем внутреннего сгорания, который выбрасывает атмосферу между 216 и 230 граммами СО2 на километре. Иными словами, Tesla не более экологически чистая, чем такие мощные бензиновые модели, как Audi RS7, Mercedes AMG, GTS и Porsche Cayenne S. Далее. Согласно сообщению еще одного издания, уважаемой сингапурской газеты The Straits Times, генеральный директор Tesla Elon Musk вынужден был связываться по поводу этого штрафа с Ли Сянь Лунием, самим премьер-министром Сингапура, потому что этот прецедент рискует разрушить имидж созданной им марки. Согласно информации уже данного издания, штраф составляет целых 15 тысяч долларов. Антоний Эдуардович, Вы неоднократно говорили о Tesla и других конкурентах, о том, что Skyway и подвижной состав струнных транспортных технологий превосходят своих конкурентов, что вызывало различные недоверия и критику в наш адрес. Тем не менее, эта новость как-то поддерживает Вашу позицию. Объясните, пожалуйста, для простого обывателя, эти новости все ставят с ног на голову. Как может быть, что до сих пор считавшийся эталоном чистоты и непорочности проект вдруг явил миру, если я могу так выразиться, свое истинное лицо? Если бы от меня зависело, я бы сильнее еще штрафовал. Потому что, на самом деле, это лукавство, когда говорят, что электромобиль экологически чист. У него вторая часть слова есть. А потом это. Электромобиль. Это тот же автомобиль, который имеет пневматические шины, который катится по асфальту. Днище того же электромобиля размещено рядом с полотном. Иначе возникает эффект экрана при большей скоростях и потере энергии на это. Асфальт лежит на щебеночной подушке. Щебеночная подушка на песчаной подушке. Песчаная подушка на грунте, на насыпи. Которая является низконапорной плотиной. И которая меняет гидрологию и не только гидрологию окружающей природы. И при этом под автомобильной дорогой грунт, вернее, не грунт, а почва, гумус, который создавался природой миллионы лет. Эту почву взяли и были дотераны в сторону. Так вот, электромобиль является частью всей этой истории. И потом надо говорить не о транспортном средстве, а о системе транспортной. А это система автомобильная. И в основе лежит не автомобиль, а автомобильная дорога, которая как раз создает в основном экологические проблемы. И поэтому в большом счете электромобиль-то и не пошел, хотя его история довольно длительная. Первый электромобиль построен еще до, наверное, 160 или 170 лет до Теслы. В 1837 году. Но не пошел. В силу вот ряда причин, в том числе и вот этих недостатков. Так вот, поскольку изначально автомобиль не может быть малоэнергозатратным, и мы знаем, какой расход топлива тратится автомобилем на движение, особенно в городском режиме, то электромобиль не может тратить меньше энергии. Просто он берет не топливо, а электрическую энергию. Но ведь, чтобы получить электрическую энергию, нужно где-то сжечь топливо. И неважно, какое оно. Солярка, бензин, уголь, уран. Остается выхлоп. При этом этот выхлоп не всегда чище, чем выхлоп автомобиля. Потому что сейчас же дожигают, очищают, и иногда выхлоп автомобиля достаточно чистый. Чище, чем, допустим, тепловые электростанции, где, собственно, вырабатывают электрическую энергию. Но тут еще есть один недостаток у электромобиля. Когда работа двигателя внутреннего сгорания в транспортном средстве, то от двигателя в крутящий момент идет непосредственно колесо. И потери маленькие. Ну, может быть, 5-10%. В редукторе, в шестеренках эта энергия теряется. Ну, когда электродвигатель крутит колесо от аккумуляторных батарей, то там целая цепочка передачи энергии. То есть, значит, надо сжечь топливо на электрической станции, да, тепловой. Поднять напряжение до сотен тысяч вольт. Передать это напряжение на тысячи километров иногда, да? При этом провода гудят. Кто сказал, что это экологически чисто? Вы знаете, что из-за мощного электромагнитного поля переменного с напряжением сотни тысяч вольт даже трава меняет свою, ну, генетику. Там генетические изменения идут. Если корова поестит траву по длине этой передач, то молоко этой коровы пить нельзя. Поэтому уже начинаются проблемы с экологией, да, еще до того, как электромобиль поехал. При этом значительная часть энергии теряется. Потом надо до какого-то города, да, довести электрическую энергию, линию электропередач, понизить напряжение, опять потерять энергию. Потом по городским линиям электропередач передать на заправочную станцию, тоже потерять энергию. И там же тоже еще будет понижение напряжения до уже невысоких напряжений, так. Потом эту электрическую энергию надо передать в аккумулятор. Кто сказал, что аккумулятор 100% КПД, там очень много энергии теряется при зарядке аккумулятора, поэтому они и греются, из-за того, что эта энергия теряется. Кроме того, с каждой подзарядкой емкость падает, по-моему, эффективность. Да, падает, и значительная часть энергии теряется. При этом сами аккумуляторы, неважно какие-либо, литиевые, кислотные или еще какие-то, они сами по себе экологически опасны. И даже ни один случай был возгорания автомобиля, электромобиля, в том числе Теслы, из аккумуляторов. У всех на слуху ситуация, вот недавно в Вашингтоне, человек наехал на металлический предмет в Торонто, в гараже было возгорание, и вот на Новый год, буквально 1 января, в Норвегии до сих пор разбираются во время машины стояла на зарядке. Это вот как раз в основе из аккумулятора, и нет аккумулятора при зарядке выделяет водород, который взрывоопасен. Так? Ладно, зарядили аккумулятор, потом поехали на электромобиле с этими аккумуляторами. Но они же не весомы, они весят сотни килограмм. Полтонны, а то и больше. Это все надо возить с собой и тратить тоже энергию на перевозку. Так же? И когда мы берем электрическую энергию, то мы же тоже берем с потерями, там тоже не может быть КПД. Потом эта электрическая энергия, электрический ток поступает в электродвигатель, в электропривод, который крутит колесо. Но ведь там тоже энергия теряется. А потом говорят рекуперация. Замечательно, при торможении часть энергии можно взять, кинетическая энергия. Но опять же, цепочка, получить в генераторном режиме, когда мотор-колесо работает, энергию с потерями, передать аккумулятор, зарядить с потерями, а потом взять из аккумулятора, чтобы снова двигаться, тоже с потерями. И когда вот эту цепочку мы перемножим, все, то получается, что 2-2,5-3 раза больше энергии нужно на выполнение той же транспортной работы у электромобиля по сравнению с обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгора. Если я правильно помню, Юнибус по сравнению с Теслой эффективнее в 17,8 раз, почти в 18 раз. Да, так вот, на самом деле Юнибус это тоже электромобиль. Говорят, вот это вроде как бы это общественное транспортное средство, у нас и лично есть, у нас Юнибус байки есть. Какая разница, это электромобиль, где электропривод движет транспортное средство. А в чем же преимущество тогда струнной технологии перед? Да, так тут преимущество появится не потому, что мы перешли на электрическую энергию. Любая энергия, она экологически, не является экологически чистой, любая, неважно какая она. Вот говорят, электроэнергия чистая. А Чернобыль, это что? Я потерял родину, моя родная деревня, в крюке Брагинского района Гомельской области, где я родился, и детство моего прошло. Вот накрыла вся грязь чернобыльская, когда был тепловой взрыв, то вот это все полетело на нашу деревню, и там выпало в осадок. Так электрическая энергия чистая или нет? Фукусима еще. Ну да, да. Поэтому любая энергия грязна на самом деле, экологически грязна, да? И представляет угрозу для окружающей среды. Поэтому надо не виды энергии менять, а находить решения, которые требуют в разы, а то и на порядок меньше заработки энергии. Раз мы на ту же транспортную работу, на порядок, то есть в 10 раз потратим меньше энергии, то, наверное, уже независимо от того, какой вид энергии мы используем, эта система будет экологически более чистой, более безопасной. Поэтому я, наверное, сейчас порисую, чтобы объяснить некоторые моменты. Спасибо. Я сейчас покажу некоторые особенности и различия между Юнибусом, который является электромобилем, и электромобилей Тесла. Ну, начну с того, что у автобильной дороги, а электромобиль, и неважно Тесла или какой, движется по автобильной дороге, да? Есть транспортное средство, неважно какая у него форма, да? Есть колеса, и при движении с высокой скоростью, а скорость у Теслы это больше 100 км в час, это уже достаточно высокая скорость. Обтекание воздуха идет несимметрично, идет уплотнение под днищем, а потом здесь с ревопотока возникает турбулетность. Из-за этого возрастает турбулетическое сопротивление. У Юнибуса это, во-первых, именевая уникальная форма, не просто капля, а определенной формы капля. При этом транспортное средство поднято над землей, над поверхностью земли на расстояние, равное примерно размеру транспортного средства, размеру Юнибуса. И обтекание воздуха идет без эффекта экрана и сходится здесь без турбулетности. Поэтому в разы улучшается аэродинамика, уменьшается аэродинамическое сопротивление, что имеет большое значение при высоких скоростях движения, особенно при высоких. Конечно, у электромобиля скорость не такие высокие, но есть электромобили, которые разгоняются до 300 км, до 400 км, где аэродинамика уже имеет существенное значение. Тот же «Бугатти». Да, тот же «Бугатти», но правда он и не электромобиль, но я думаю, скоро поставят и там что-нибудь, якобы для улучшения колонии. Далее, ну а здесь понятно, почему улучшается аэродинамика, нет экрана, потому что у нас два рельса узких, и нет эффекта экрана, и у нас транспортное средство движется фактически по воздуху. Это как бы летящий самолет без крыльев, с хорошей аэродинамикой. Далее, пневматическая шина при езде по полотну сминается, и получается достаточно большое пятно контакта. Это вот такие вот размеры пятна контакта. И мы знаем, что чем сильнее спущена шина, чем меньше она накачана, тем тяжелее катить автомобиль. Да, значит больше пятно, его надо перекатывать. При этом при увеличении скорости движения там получается нелинейная зависимость, и идет очень интенсивное смятие вот этой резины, пневматической шины. Ну, в какой-то мере. Да, она начинает очень быстро деформироваться, и много энергии входит на нагрев. Поэтому они становятся горячими колесами. При этом там нелинейная зависимость. Если, допустим, при скоростях порядка 50-60, ну, даже столько км в час, пневматическая шина может быть хуже стального колеса по усилиям сопротивления в 10 раз, то при скорости, допустим, уже 300-400-500 км в час, она может быть хуже в 100 раз. Поэтому то, что, допустим, на стальное колесо на сопротивление качения тратится 5 кВт мощности, при 500 км в час надо 500 кВт потратить. Представляете, какие затраты энергии, да? Это электромобиль, потому что есть пневмашина, которая качается по асфальту. При этом пневмашина не гладкая, там же есть выступы, чтобы сцепление улучшить, да? И асфальт неровный. Это тоже ухудшает качение. А что касается температуры, если не ошибаюсь, рабочая температура шины в формуле 107 градусов? Да, они даже могут... Были случаи, когда теряет прочность, когда она расползается. Были случаи от их самолетов, когда при посадке, даже когда в ладос, там идет глиссирование, закривание колеса, она просто стирается, расползается резина, да? Ну, это другие недостатки, которые здесь тоже присущи. Мы говорим пока про экологию и про потери энергии на это. Кстати, износ шин — это канцероген, и продукты износа асфальта тоже канцероген. Поэтому экология, вот это, вине антиэкологии, она остается у электромобиля. Потому что асфальт остается, остается шина. Если взять наше, основное колесо, основное рельс, я поперечном сечении. Вот колесо, так, ну вот у вас, допустим, да? А вот рельс, то цилиндрическое колесо опирается на плоскую головку рельса. Вот видите, плоская головка рельса. Если посмотреть сверху на вот контактный след, то это вот такая линия. Точнее, ну, один миллиметр всего. Вот посмотрите, здесь какое пятно контакта. И какое здесь? Тольше, чем линия, которую вы провели. Да, и более ровная. Я не могу так без линейки ровно провести. Поэтому идеально ровно прямая и тонкая. Поэтому перекатить колесо очень легко. И поэтому вот эти два преимущества, аэродинамика и колесо, и плюс третье преимущество, что мы используем гравитационный двигатель и гравитационный... Что-то секретное? Нет, надо просто стереть. Ну, было секретным, станет не секретным. Потому что мы его сотрём. И опять же я сравниваю вот аутобин дорогу в городском режиме, вот она идёт. Вот станция одна, вот станция другая. Мы разгоняемся, едем с заданной скоростью, тормозим, так? Ну, остановка, станция, мы всё равно в городском режиме непрерывно едем, да? Перекрёстки приходится устанавливаться, там, светофоры и так далее. Если говорить о струнной системе, системе Skyway, то городская система, она несколько по-другому устроена. Вот станция-остановка, отсюда выходит провисающая путевая структура. Здесь газотарный участок идёт дальше, так? Здесь тоже газотарный участок, и дорога идёт дальше. И здесь мы транспортное средство разгоняем двигателем, при этом масса большая на одного пассажира, в том числе надо ввести много аккумуляторов, да? И очень, ну, где-то в Тесле, я думаю, 500, 600, даже 800 килограмм на пассажира, железо. Поэтому надо разгонять не пассажира, а фактически железо, а потом тормозить, и эта энергия теряется, потому что она не вся рекуперируется. И нужны большие мощности. При разгоне это больше стало киловатт, ну, где-то 150 лошадиных сил даже больше. Если быстрее разгонять, надо 200, 300, даже больше на лошадиных сил. У нас, если взять подвесной Юнибус, ну, тоже электромобиль, когда он выезжает со станции, путь у нас под уклоном, где-то примерно 10%, значит, с ускорением примерно 1 метр в секунду в квадрате транспортное средство Юнибус будет разгонять не двигатель, а гравитацию. Значит, двигатель не нужен, естественно, не нужно тратить энергии. При этом разгоняют до скорости максимальной вот здесь. И эта скорость легко определить. Корень из 2, g это ускорение свободного падения, h это вот этот перепад. Поэтому где скорость может быть? В связи с того, какой провисок. И 100, и 120, и 150 км в час. И это сделано гравитационным двигателем, потому что гравитация разогнала. Здесь в электромобиле, в том числе в электромобиле Тесла, надо тормозить тормозами и энергию, естественно, тоже терять. Здесь будет тормозить, когда он едет сюда, будет тормозить гравитацию, значит, это гравитационный тормоз. И задача, чтобы транспортное средство, юнибус, заехал на станцию с нулевой скоростью. При этом здесь будут, естественно, потери энергии на аэродинамику, а у нас исключительно хорошая аэродинамика, в разы даже иногда на порядок лучше, чем у спортивного автомобиля. И у нас совсем другое колесо стальное, где малые потери энергии. Сопротивление качения меньше. Да, сопротивление качения тоже на порядок меньше. И поэтому нам надо на порядок меньше энергии, чтобы компенсировать эти потери. Если говорить о путевой структуре, когда она провисает, где используется гравитационный двигатель и гравитационный тормоз, то вот эти преимущества позволяют, по сравнению с электромобилем Тесла, получать те же расчетные скорости, затратив в 17 примерно раз меньше энергии. Ну, в отдельных случаях, потому что там зависит от того, какая масса, сколько там на пассажира железа, ну и так далее. Здесь еще какое преимущество, здесь независимо от того, сколько железа, гравитацию разгоняет, и на это не тратится энергия. Но здесь 600-800 килограмм на пассажира, а у нас где-то 150-200 килограмм железа, 200 килограмм на пассажир. То есть в два раза больше, чем он весит сам, грубо говоря. Да, а тут надо в 4-5, иногда в 6-8. Тем более, что на автомобиле едет обычно не один пассажир. Иногда поэтому электромобиль весит больше двух тонн, а едет один пассажир. Значит, две тонны железа на одного пассажира. И поэтому наш электромобиль Юнибус в разы, а то и на порядок, лучше традиционного электромобиля. Потому что мы не электромобиль предложили, мы предложили другую транспортную систему. А я бы даже сказал, не систему, а комплекс, где есть подвижной состав другого типа, есть дорога другого типа, эстакадного типа, предварительно напряженная, неразрезная, статически неопределимая. И инфраструктура второго уровня другого типа. То есть мы предложили комплекс, и это именно комплекс имеет преимущество по сравнению не с электромобилем Тесла, а комплексом автомобильным с электромобилем. Вот такие вот преимущества. По целому ряду параметров мы достигли предела, который допускает законы физики. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адрес rsvfsystems.com. Поддерживайте наш проект, который отличается от конкурентов, как муза баратынского лица, необщим выражением. Строй SkyWay, спасай планету! Субтитры подогнал «Симон»!